Детям с особыми потребностями стало легче общаться с людьми, высказывать свои мысли и желания. Они учатся с помощью специального приложения на планшете. Для этого они используют специальные картинки или фотографии, которые обозначают то или иное слово. Эта девочка, имя которой ее мама попросила оставить в секрете, за месяц освоила приложение на своем планшете. Теперь родителям не нужно угадывать, чего желает их дочь – смотреть мультики или надувать мыльные пузыри. Девочке достаточно всего-навсего выбрать картинку на устройстве, и она тут же воспроизведется. Не имея речи, с помощью планшета он может нам сообщать о том, какое у него настроение, что он хочет, что он любит, что ему нравится, что ему не нравится, куда, например, хочет пойти. Очень важно добавить те карточки, которые важны именно для ребенка, не для родителей, не для нас, а то, что хотел бы нам, как мы предполагаем, сказать ребенок. Родители и сотрудники центра наблюдают за интересами ребенка и, исходя из этого, добавляют слова или фразы в приложение. Но есть дети, которым освоение планшета дается труднее. Ваня, к примеру, для общения использует не цифровой, а пластиковый планшет, где изображено два слова «да» и «нет». Выглядит это так. Нажимай. Да. Все, бери. Юлия, мама Вани, иногда меняет слова «да» и «нет» на, к примеру, «яблоко» и «апельсин». Также для общения женщина смотрела вот такой прозрачный коммуникатор с картинками из любимых мультфильмов. Ребенок взглядом указывает, что хочет посмотреть. Юлия вспоминает, как раньше тяжело ей было угадывать желание сына. Ванюша общается со мной только с помощью крика. Вот он кричит, и я понимаю, что он что-то хочет. И начинаются предлагания. Мультики, еда, питье и все остальное. Артему на днях исполнилось три года. Речи у мальчика отсутствуют лишь частично. Для общения он использует бумажные карточки со словами. Альтернативные способы коммуникации помогли ему не только говорить родителям о своих желаниях, но и произносить некоторые слова. Сейчас он бежит в другую комнату, приносит эту карточку и говорит слово. Потом мы убрали карточки со всем, и он просто подбегал и говорил чай или воду, если хочет. В большинстве европейских стран методы альтернативной и дополнительной коммуникации используются уже более полувека. В Украине же такие способы невербального общения только начинают практиковать. На государственном уровне у нас это еще не используется. То есть сейчас есть такие отдельные какие-то центры, организации, которые, ну или семьи, да, в которых внедряется эта система. Но, к сожалению, на государственном уровне пока таких программ нет. Помимо карточек и планшетов, только одно издательство в Украине выпускает книги для детей с особыми потребностями. Учебники состоят из картинок, фраз и предложений на различную тематику. Сегодня их две, на русском и украинских языках. Нарина Щеглова, Владимир Ивжич, Телеканал Репортер.